Всем огромнейший привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Наташа. И в этом видео я вам хочу рассказать о моих пустых баночках. В этот раз очень много. Ну а кто смотрит мой канал, когда их было мало, я каждый раз их достаю и сама удивляюсь. И давайте уже начинать. Начнём, как обычно, с серии по уходу за лицом. Два продукта закончились у меня из линейки на выжжи. Это тоник и очищающий гель пенка для лица. Мне понравились. Покупку повторять сразу скажу, что буду. Очищающий гель, он такой хорошо подходит для жирной, комбинированной кожи. Очень хорошо убирает, в принципе, остатки какие-то макияжа. С глаз я им, конечно же, не пользовалась. Как-то очищает лицо, освежает. Очень хороший очищающий гель. И вот действительно нужно одного нажатия достаточно для того, чтобы нанести вспенник на лице и смыть. Тоник классный тоже. Мне только вот не нравится то, что в конце вот здесь вот что-то начинает облезать, потому что это у меня уже не первые бутылочки. И вот в процессе как-то немножко неэстетично. Сам флакон немножко смотрится. А качество и свойства продукта просто-просто-просто супер. Ещё куплю, повторять ещё буду. Закончилась у меня вот такая вот вещь. Это первый раз у меня вот бутылочка была антивозрастной молочком для снятия косметики. Классная, мне понравилась. Приятный аромат, такое кремообразное, молочком. Хороший продукт. Наверное, не понравится только тем, кто не любит вот это вот кремообразное очищение, кто более жидкий любит. А так, хороший продукт, приятный аромат. Покупала вот в первый раз. Осталась довольна. Как увижу, ещё куплю обязательно. Два продукта из линейки Optimal для кожи, которая подвержена пигментации, на которой есть пигментация. Эти продукты мне очень понравились. Я уже эту покупку повторила. Снова купила очищающий гель и тоник. Я уже в покупках рассказывала о них, что они очень суперские. Гель вообще очень мало нужный. Пенится очень хорошо, очень экономичный. Но его прям вот такой плотной консистенции. Видите, как тюбик немножко перекосило, что его прям реально приходится очень туго прям нажимать на этот флакон и его выдавливать. Вот. Тоник шикарнейший. Прям хорошо очищает, освежает. Кожа прям дышит после этого тоника. Мне очень эти продукты понравились. Куплю снова. И уже купила. Ну и даже и снова куплю. Следующий продукт, который у меня всегда в моих пустых баночках присутствует, это средство для снятия макияжа с глаз из линейки The One от Reflame. Классно снимает тушь. Вот просто суперская. Нравятся они мне оба, что и для снятия водостойкой косметики, и для снятия обычного макияжа. Классный продукт. Пользуемся с дочерью. Довольно. Покупать еще будем. Закончилась от компании Federlic активная вода. Это уже у меня не первая, наверное, третья такая вот водичка. Мне очень она, сразу скажу, понравилась. Вот из этой линейки Platinum. Я ее сверху брызгала уже по вечерам, после того, как нанесла крем. Она хорошо как-то увлажнялась, освежалась. Ну, мне, то есть, вот этот эффект очень нравится от этой водички. Небольшой объем здесь получается 40 мл. Но эффект какой-то такой, ну, кожа что ли дышать начинает. И немножко вот то, что вы нанесли, уже крем впитался, снова это брызгает, снова немножечко увлажнился. И усиливает, мне кажется, даже действие вот крема, получается, эта вот водичка. Следующие продукты. Давайте уже перейдем к кремам. Попробовала я вот такой вот дневной крем от Faberlic Renovage. Мне, он для моей комбинированной кожи, жирноватый, сильно блестело лицо. То есть, как бы покупать вот не буду. Попробовала, как бы полноразмерную версию, даже врать не буду. От Reflame. У меня закончились два вот таких крема, дневной и ночной. Это у нас, в принципе, одинаковая стерия. Трук Перфекшн, только у меня вот этот крем в старом дизайне, а ночной крем уже в новом дизайне. Сейчас покажу, как это преобразилось. Были вот такие вот, видите, упаковочки крема, а стала намного-намного шикарнее упаковка. Очень мне нравится Трук Перфекшн. Классное увлажнение, такое вот прям как-то кожу, ну, я не знаю, возрождает, что ли, после вот какой-то сухости. Подойдет, конечно, и для сухой кожи, и для комбинированной, и для жирной кожи. Классная линейка, вот эта вот Трук Перфекшн, сейчас в линейке на Вейже. Классная, нам долго очень хватает, мне очень понравилось. То, что дизайн поменяли, мне кажется, вот этот дизайн стал намного лучше, благороднее и как-то эстетичнее. В общем-то, вот такие вот кремчики закончились. Буду еще покупать и пользоваться ими. Следующий продукт, это также крем из линейки Оптималс. Дневной вот у меня крем закончился. Сейчас серию немножечко тоже усовершенствует, меняет дизайн. И вот в таком вот оформлении, но еще можно встретить его в каталогах, я его использовала на область декольте. Мне он очень понравился, потому что на эту область я всегда наношу тоже какие-то крема, но более уже подешевле, побюджетнее. Ну а если вы ищете для себя такой крем бюджетный, для нормальной комбинированной кожи, то этот крем, я думаю, что вам идеально подойдет. Он будет очень-очень хорошо работать. Следующий продукт, это вот такие патчи под глаза. Здесь было их 30 штук, очень мне понравились. Купила еще, пользуюсь еще. Получается на 15 применений. Интенсивный коллаген, омолаживающая маска для области под глазами. Его я наносила с утра на крем для век. То есть нанесла, все уже когда крема, поставила вот эти патчи, там пошла ставить чай, пью кофе. И вот у меня работает этот вот патч. Очень мне понравился. Купила еще и еще буду покупать, если буду встречать в магазинах. Ну и давайте уже перейдем к декоративной косметике. В этот раз на удивление закончилось очень много продуктов тоже. Закончился вот такой моделирующий гель для бровей в темном оттенке из серии Giordani. Я, получается, оформляла брови. Давал он мне как бы немножечко цвет, укладывал бровки. Очень мне понравился. Приобрела новый. Следующий продукт, это также из серии Giordani от Reflame. Это у нас, как правильно он называется, ну консилер для глаз. Вот такой с кисточкой. То есть нажимаете, видите, он у меня уже перестал нажиматься, потому что там продукта нет. И корректирует все область под глазами, над глазами. Мне очень нравится. Пользуюсь и в темном, и в светлом оттенке, потому что постоянно то кожа светлая, то темная, то загорел, то еще как-то. Ну, в общем, мне очень нравится. Купать еще буду. Из линейки Giordani Gold закончилась вот такая вот тушь. В принципе, с пушистой кисточкой. Но сейчас я облюбовала другую тушь Giordani. Как опыт, вот попользовались. Я и дочка пробовала. Но, в общем-то, мне не особо она как бы, вот такой эффект я от нее не ощутила, что, ох, прям глаз, ресницы такие очень длинные. Другая тушь от Giordani мне нравится. А вот эта тушь из серии Very Me Синяя. Мне очень нравится. Жаль, что сейчас ее в каталогах нет. Она вот такого насыщенного синего оттенка. Очень яркие, получается, ресницы. Классный такой цвет. Жду, жду, жду обновления вот этой вот серии, чтобы появились вот такие вот яркие синие туши. Буду покупать обязательно. Продукты из линейки The One. У меня вот такой вот закончился. Это у нас гель для бровей и ресниц. Продукт, который мне очень нравится, которым я пользуюсь давным-давно. Он уже был в разных довольно-таки исполнениях. Пользуюсь им вечером. Наношу на брови и на ресницы перед сном. Как такую сыворотку, как питание. Многие, я знаю, наносят этот гель еще и перед тем, как красить ресницы тушью. Но я вот его использую по вечерам. Мне он очень нравится. Мне кажется, что он и укрепляет ресницы. И как-то ресницы растут и становятся длиннее. И после того, если вы наращивали ресницы, сняли их, я думаю, что этот продукт будет замечательно действовать, будет восстанавливать ресницы. Еще куплю маскирующий средство под глаза Giordani Gold. Выбрасываю его, потому что у него закончился срок годности. Сейчас пользуюсь таким же. А этот выбрасываю, потому что срок годности закончился. Попробовала я от Chanel вот такую вот тоналку. Это пробник. Вот такая вот тоналочка. 30-й беш номер с SPF 15. Вы знаете, мне она очень понравилась. Она хорошо для комбинированной кожи. Очень долго на лице не появлялся. Не блеск. Хорошо мотировал. Покрываемость прям шикарная у этой тональной основы. Ну, в общем-то, мне понравилась. Следующий продукт. Это у меня закончился вот такой вот парфюм. Хэппи Дизиак. В составе этого аромата есть такие какие-то компоненты, которые поднимают настроение. Аромат такой сладкий, приятный. Какой-то, ну, в общем, ягодный, приятный, сладенький аромат. Мне очень приятно, что он у меня был. Покупать его пока в ближайшее время повторять не хочу, потому что хочется пробовать разные и разные ароматы. Из серии Feminel у меня закончился гель лентинной гигиены с дезодорирующим эффектом. Очень люблю этот продукт. Суперский. Из всех, которые есть, это самый мой любимый. Все остальные тоже хорошие, но это мой самый любимый. Мне очень нравится аромат, консистенция. Ну, в общем, клёвый гель лентинной гигиены, без которого я не представляю свой день. В этот раз закончилось очень много продуктов для волос. Даже не ожидала. Ну, вот давайте два продукта. Они из одной серии. Это масло для волос из серии Eleo и кондиционер для волос тоже из серии Eleo. Шикарнейший уход, прям салонный уход в домашних условиях. Кондиционер. После него волосы прям такие шелковистые, вот какие-то живые, напитанные. Даже не требуется никакой вот маски. А вот этот вот масло для волос из серии Eleo приятнейший аромат. Наношу его на влажные волосы. Волосы такие какими-то становятся живыми, послушными. Очень мне нравится. Аромат, вот даже при закрытом флаконе, прям аромат очень такой классный. Масло буду покупать еще обязательно. Восстанавливает волосы после каких-то укладок, пересушенности, после окрашивания, после моря, после активного солнца. Классное масло. Если у вас длинные волосы, вы ищете для себя масло, очень клевое. Следующий продукт из серии уже Hyrex. У меня закончились два продукта. Это шампунь для волос, для объема, да, для тонких волос. И кондиционер для поврежденных волос, да, сухих и поврежденных. Мне нравятся вот они. Что эта серия, что другая. Они с приятнейшим ароматом, но долго хватает. Приятный парфюмированный такой аромат, но какой-то такой не химозный, а больше к парфюмированному относится. Хорошие продукты по уходу за волосами. Вот эта серия, которая для сухих и ослабленных волос, очень хорошо восстанавливает волосы, напитывает, насыщает, улучшает как-то структуру. Ну, клевая серия. А если вы хотите, у вас жидкие волосы, хотите объема, вот этот шампунь замечательный. Вы знаете, я меняю вообще продукты, мне нравится пользоваться разными сериями, как-то их совмещать. В общем, у меня всегда в запасе они есть, и поэтому я могу вот как-то так комбинировать и использовать. Потому что шампунь для объема, тут для сухих поврежденных, в общем, направленное действие вообще в разные стороны получается. Также для волос у меня закончилась краска. Я немножечко стала менять цвет. У меня раньше был цвет 3.0, сейчас пользуюсь немножечко другим цветом, да, чтобы немножко посветлее были волосы. Нравится мне краска. Крашу, я крашиваю только ей уже много лет, как она, наверное, появилась в компании Ariflame. И волосы у меня не жгутся, не сжигаются, ни кожа головы не подверживается никакой, ни перхоти, ничему. То есть краска вообще ступерская, вам рекомендую. Следующие 3 продукта, также для меня на удивление, оказывается, что закончились 3 крема для рук. Абсолютно из разных фирм, серий. Вот этот вот La Praline я получила в подарок за лояльное отношение к компании, потому что на протяжении всего года не пропустила ни одного заказа. Я, конечно же, пользовалась этим кремом, он мне пришел в подарок. Он такой легкий, просто легкий-легкий кремчик, такой с ароматом пралине, чего-то такого, когда заходите в какую-то булочную или в какой-то кафетерий, где пекут и свежая выпечка. Вот именно так он пахнет. Ну, то есть просто ухаживающий, такой легкий крем, ждать от него какого-то там восстановления, если у вас руки запущенные, то ждать от него абсолютно нечего, он не справится. Следующий крем – это Shark Trich от компании Faberlic, жидкая перчатка крем для рук. Не знаю уж, насколько он восстанавливает, руки у меня не запущены, меня просто привлекал аромат. Какой-то вот такой аромат, я даже не могу вам объяснить, чем он пахнет, но почему-то он у меня вызывает такое какое-то прям тягу и влечение к этому аромату, не знаю. Почему? Я прям странно. Крышки не обращайте внимания, крышки – это вообще от других кремов, здесь другая крышка. Я, потому что бывает так, что беру, наверное, даже крышка отсюда. Мне вот, конечно, нравятся больше вот такие вот крышки, которые так открываются, закрываются удобнее, поставил, чем нужно. Отвернуть, завернуть, ну, в общем-то, вот. Крем от Гималая, как пробный вариант, питательный крем для рук, 50 мл здесь. Купила, как вариант, он уже более плотной консистенции, он более такой жирненький. Попробовала, но повторять не буду. Неплохой крем, но покупать не буду. Следующий продукт, что у меня закончилось, это спрей, дезодорирующий спрей от Арифлейн закончился, с экстрактом хлопка. Хороший, но что-то вот именно вот этот вот флакон, он у меня уже был не первый, были разные ароматы. Он когда брызгал, от него какое-то такое прям парфюмированное облако шло, что то есть как будто распылялось так его, как будто много, и он как будто падало куда-то. Ну не знаю, в общем, что там с ним такое, с этим он был. Ну и его закончила. То, что здесь, конечно, аромат приятный, то, что здесь, конечно, написано на 24 часа действия, он столько, столько, конечно, по-честному не держит. Так, следующее, это закончился у меня гель для душа из Эльвен, Райский сад. Гели для душа очень люблю, элвановские, за то, что они пенятся круто, а вот именно пена и очищает кожу, да, за то, что ароматы разнообразные, классные, в общем, мне нравится. В ближайшее время, пока я вон гели не буду ничего покупать, потому что у меня в запасах, там много всего, много гели, надо все закончить. Следующее, от компании Фаберли, покупала я вот такой интересный продукт, это патчи для живота. Вот на всю область клеится большой патч, ночное время, там даже есть вырез такой для пупочка, три патча в этой упаковочке. Ну, как бы, не знаю, что сказать, не знаю, какого-то эффекта похудения, там, или еще чего-то, я от них не заметила. Клеить, клеила, испробовать, испробовала, и все, покупать, не, больше не буду. В этот раз закончилось так много мыл, что я даже вообще удивилась. Закончилась мыла из серии Love Nature от Ariflame Алоэ. Клевый аромат, не так давно появилась эта жидкая мыла, новинка в каталогах. Мне очень понравился, очень понравился, и пенится, и приятный аромат на руках остается. Клевый, наверное, куплю и повторю еще раз его. Ну, вот это, вот, конечно, вообще, просто балдеж. Жидкое мыло, Essence Go, Neroli и Jasmine, ой, как оно пахло, как оно пахло, и руки, и вообще, я прям в полнейшем восторге, очень мне понравилось. А почему два геля закончились? Потому что один я ставлю в ванной, другой я ставлю на кухне, и вот получилось, почему-то одновременно закончились они. мне очень, очень понравилось, что то, что другое, то есть, как только в ближайших каталогах будет что-то там с хорошей ценой, по выгодному предложению, обязательно куплю еще. У меня в запасах, хотя есть, но я всегда люблю покупать про запасы. также у меня закончились вот тоже вот такие вот на вилочке, это уже кусковые мыло, вот это мыло вообще с эксфолиантом, там прям такие частички, это прям мыло-скраб для рук, прям он мылишь, и прям такие грубовастые частички, но для рук они прям действуют хорошо, я думаю, что для тела прям классно, если прям этим кусочком мыло мыться, это с клубникой, да, прям и лайм, будет вообще для тела такой как бы скраб-пилинг клевый, но я что-то на тело не пробовала, а вот для рук прям вообще шикарен. Закончилась мыло с малина и мята, ой, даже отсюда пахнет, вот аромат ванной от него прям было бы ухал, клевое мыло. У мужа закончились два продукта, которые ему нравятся, мы покупаем эту линейку постоянные всегда, это пена для бритья, мужчины без нее, сами понимаете, никак не могут, и это у нас уже комплексное средство для душа. В общем, можно и волосы мыть, и гель для душа, универсальный продукт для мужчин, клево разработанный, чтобы в руке бутылка хорошо держалась, пупырышки и не скользила. Следующие два продукта, это продукты для полости и ухода за полостью рта, это зубные пасты, отбеливающие и, наверное, фрешминт, мультиактивная, наверное, да, но не столь это важно, зубные пасты от компании Арифлэм, мне очень нравится, люблю их, все семьей пользуемся, довольны ими, хорошо очищают полость рта, ухаживают, борются с кариусом. Следующее, что у меня закончилось, это из серии Велос, внутри комплекс для волос и ногтей. Вы знаете, после того, как я начала его пить, я заметила, наверное, через неделю-полторы, что у меня какой-то подпушек в волосах начал расти, появились какие-то короткие вот здесь вот волосы, то есть, луковицы, наверное, которые были уснувшие, или спящие, как их называют, проснулись и начали расти молодые какие-то волосы, ну, не знаю, мне так показалось. Следующие продукты, которые у меня закончились, это две коробки Велдна Спека. По ним вы можете судить, как давно я снимала предыдущие пустые баночки. То есть, это здесь 21 пакетик, на 42 дня мне хватило вот этих двух коробочек. Здесь в каждом саше две капсулы рыбьего жира, капсула астексантина и капсула витамины и минералы. Покупаю регулярно, пью много лет, кто меня постоянно смотрит, знает про это, а кто новенький на моем канале, добро пожаловать. Это продукт для здоровья. В интернете очень много про него информации. Заходите, узнаете, поинтересуйтесь. В общем, я люблю, уважаю, одобряю, в общем, все самые лучшие аппетиты к этому продукту. Ну, это вот все мои пустые баночки на этот раз. Их так очень много накопилось. Каждый раз я их просто, знаете, вот складываю вот в такие вот у меня две корзинки и обычно я их вот так вот складываю в эти корзинки. Складываю, складываю, что-то заканчивается, я туда докидываю, докидываю. И только когда сажусь снимать для вас видео, понимаю, как сколько много всего закончилось. Так что для меня это тоже было небольшим таким открытием, что у меня закончилось за эти полтора месяца. Вот. Поэтому, если вам нравится мой канал, мои видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. А я вас обнимаю, очень крепко целую и всем вам пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok